Вдову участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС лишают жилищного сертификата. Информация об этом распространилась в сети. Как такое могло произойти и кто виноват? Ситуацию прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики. Немного истории. В 2003 году жительница Цивильска Елена Степанова, как вдова ликвидатора Чернобыльской АЭС, встала в очередь на улучшение жилищных условий. Через 13 лет она получила жилищный сертификат и приобрела квартиру. Но уже через два года в ходе проверки Объединенной дирекции по реализации федеральных инвестиционных программ Минстроя России выяснилось, что сертификат ей выдали незаконно. На начальном этапе она предоставляла справку, в которой тоже не было оговорено о том, что она принимала, то есть супруг Степановой Елены Ивановны не принимал участия в работе по объекту укрытия. И постановка на учет в 2003 году была осуществлена неправомерно со стороны администрации Цивильского района. Это человеческий фактор со стороны работников, на тот момент работавших в администрации Цивильского района. Мы узнавали, этого работника уже там нет, он там уже не осуществляет деятельность. Вины Елены Степановой в данной ситуации нет. Она предоставила все документы, которые запросили в администрации. Мало того, она ежегодно подтверждала тот факт, что ее супруг участник чернобыльских событий. Но никто не обратил внимания на то, что Вячеслав Степанов работал в зоне отчуждения, а не на объекте укрытия. Поэтому он имел определенные льготы, но претендовать на жилищный сертификат не мог. При формировании сводного списка мы, еще раз повторяюсь, не запрашиваем подтверждающих документов. Мы не обязаны это делать. И не имеем права повторно запрашивать все соответствующие документы. Наша работа заключалась в том, чтобы свести этот список и представить в объединенную дирекцию. Когда в ходе контрольно-надзорных мероприятий данной дирекции выявился такой факт. И мы были обязаны выйти в суд для того, чтобы суд рассмотрел, правильно ли выдана эта справка, являлся ли он действительно работником этого объекта укрытия, и правомерно ли был выдан сертификат. По решению суда будут изыскывать сумму сертификата 1 562 000. Впрочем, Елена Степанова имеет право обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции. Прокуратура и Следственный комитет дадут оценку работе районной администрации и иных государственных органов, причастных к данной ситуации. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.